Принцев. Или у кого об этом спросить? Смешарики. В этот день лет, как из ведра. А вот индейцы говорят, не как из ведра, а как из клюва лунного ворона. Что еще за лунный ворон? Согласно древней немецкой легенде. Не перебивайте меня, друг мой. Согласно древней индейской легенде, на луне живет ворон. И выращивает на небосводе звезды. А чтобы звезды были сверкающими и красивыми, ворон поливает их из своего ковша. Получается, что вода проливается на землю. Говорят, это и есть дождь. Что-то у него на этот раз полив-то затянулся. Это просто сказка. На самом деле вода испаряется с поверхности океана и превращается в облака. А облака сгущаются в тучи, из которых вода проливается обратно на землю. Это целая наука. Называется метеорология. Мой мама занимается натурологией. Натурально так базировать для картины художника. Картина называется «Пингвины на природе». Вы все путаете, друг мой науконезнающий. Я вам сейчас все докажу. Вот. Завтра будет прекрасная погода и солнышко. Эх, перевелись, принцы, в этом королевстве. Ну, это-то, моя дорогая, не там ищешь. Нет, ну зачем ей такая нежная? Нежная. Такая изящная. И милая. И деликатная. Деликатный. Если это некому оценить. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой. Да нормальный. Джигурда. Нет, Нюша, больно же. Вот скажи, Савунья, где, ну где водородство? Где духовно богатые натуры, способные оценить? Хе-хе-хе. Хрю. Настоящую красоту. Хе-хе-хе. Времерли. Давно. Благодаря красоте. Да, везде. Возьмем вон кого угодно. Кого? Едем, что ли? Попрошу на личности не переходить. Ну почему сразу бараш? Возьмем, например, Лосяша. Кого? Лосяша? Да Лосяш ваш вообще, если хочешь знать, нельзя пускать в личное общество. Он, если хочешь знать, из всех твоих знакомых, первый грубиян. Вот кто такой этот ваш Лосяш? Лосяш, конечно, я не должна была бы этого говорить. Вот этого? Это вот чего? О, это страшная тайна. Но тебе? Если, конечно, ты никому не расскажешь. Никому-никому. Честное слово. Ну, хорошо. Дело в том, что наш Лосяш... Эм, ну, как его, этот... Инкогнито. И-и-и, вот-и! Что? Ну, инкогнито, это... Не по-нашему. Хо-хо-хо-хо. Я-я, натюрлих! А ну-ка, кыш отсюда! Так вот, по-нашему... Хо-хо-хо-хо. Это значит секрет... Хо-хо-хо-хо. Так вот, Лосяш, секретный принц. Хо-хо-хо-хо-хо. Принц? Хо-хо-хо-хо. В голове моей, Гох, не беда. Да-да-да. Надо бы подальше спрятать те злёненькие таблеточки от кашля. Хо-хо-хо-хо. Так вот, я имела честь лично сопровождать его на торговом корабле из Талькутты в наши края. Да нет, какой злащаша, принц! Зайцы, 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 зайцы. И всё-таки замечательные таблеточки от кашля. Хо-хо-хо-хо. Надо спрятать. А что ты скажешь тогда о том, что он со всеми на вырос говаривает? Инкогнито! Ты же сказал, что сегодня будет солнечно и ясно. А там мокро и дождь опять. Все испортила вот та маленькая тучка. Ее пригнал ветер. Там нет никакой маленькой тучки. Там одна большая туча. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не баран. Не спорьте, друг мой. Вы в этом ничего не понимаете. Это же метеорология. Вы же ничего не знаете. Например, о факторе парусных кораблей. Корабли снуют по морю туда-сюда, туда-сюда. Любой прогноз имеет долю вероятности. А в метеорологии эта вероятность равна. Эм, 50 процентов. Так что если метеоролог говорит вам, что завтра не будет дождя, то вероятность, что он будет или же его не будет, равна. Мам-да! Вы что-то хотели? Задумчивая вы моя. Хотите? Ням-ням. 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 Мадемузель, позвольте пригласить вас на чашечку чая с малиновым вареньем. Сегодня изумительный вечер. Имею честь, так сказать... И кухня-то! Да? Вы знаете, что это? Ну да, это же лыжи. Только сегодня и только у нас. Покупая одну лыжу, вы получаете вторую в подарок. Ой, ну они же разные. Когда я мыл голову обычным шампунем, у меня на голове росло чёрт знает что. А теперь мои волосы стали такими замечательными и густыми. Ты умеешь отдыхать так же хорошо, как работай. Умеешь радоваться жизни и расслабляться. Тогда тебе нужен он. А в лес от Капатыча. Капатыча, рекомендую. Я-я, натюрлих! Вообще, я это видел всего один раз. Но запомнил надолго. И вообще, мне эти индейцы показались весьма толковыми ребятами. Так, обращаться нужно к лунному ворону. За мной! О, лунный ворон! Ну, тут что, растит на небе звёзды? Да, вроде так. Хэй-я-хэй! Твои звёзды так прекрасны! Хэй-я-хэй! Так давай же полюбуемся на них вместе! Хэй-я-хэй! Давай же вместе полюбуемся на них! Хэй-я-хэй! Прекрати поливать свои драгоценные звёзды! Хэй-я-хэй! 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 Длинись назад! Длинись с тобой и связаться хотят! Стойте! Это же ненаучно! Прекратите этот цирк! Я всё просчитал! Дождь будет длить ещё минимум неделю! Да, старова ты уже для этого! Но... Но это же ненаучно! Хэй-хэй! Хэй-хэй! Хэй-хэй-хэй! Сделай так, чтобы завтра было плюс тридцать! Нет-нет, мой дорогой друг! За тёплую погоду включает солнечный заяц! Ах! Век живи! Век учись! Вот и мой! Вот принц! Кто бы мог подумать! Хэ-хэй-хэй! Хэ-хэй-хэй! Ну-ой! Ну они же разные! Какой чудесный день! Какой чудесный я! А у нас вообще был план! План действий! Господин продюсер, а кто пишет сценарий? Почему меня там так мало? Ну и что это вообще было, простите за вопрос? Коротко о тёплом лете на Урале и о том, как и где найти принца или у кого об этом спросить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok